ВИВАТ ВИТА «Живёт живое искусство» – название и девиз экспозиции, которая проходит в городском выставочном зале. В ноябре-декабре прошлого года в Беларуси произошло очень важное культурное событие. В Минске, во Дворце искусств, демонстрировалась республиканская выставка, в рамках которой было организовано и проведено первое триеннале живописи, графики, скульптуры и конкурс «Графика года». В этом большом масштабном культурном проекте приняли участие многие художники со всей Беларуси. Гродницы, кстати, тоже активно принимали участие в этом проекте. Лучшие работы лауреатов и призеров триеннале руководство Белорусского союза художников передало для экспозиции в Гродненский выставочный зал. На ней представлены живопись, графика и скульптура. Я стою на фоне самой главной работы, которая получила гран-при на этом культурном мероприятии. Это работа Сумаревой Екатерины, которую мы очень хорошо знаем. Знают ее Гродницы, потому что ее уже персональная выставка была в Историко-археологическом музее. И Катя принимала участие в нашем уже ставшем популярном пленэре Гродно-дороскорожевании. Ездила с нами на пленэре в Польшу, в Литву. И вот Екатерина сделала такую очень интересную работу, которая отличает формат, масштабность. И она всегда делает такие яркие красочные работы на холсте. А тут вот как раз, видите, она совершенно другая. Такое полотно, которое... Это плащаница, которая по формату великовато, прямо скажем, в наш выставочный зал. Но мы настолько хотели ее получить и выставить, что автор позволил нам демонстрировать ее именно таким образом. Первое место в номинации «Графика» получил именитый гродненский гравер Юрий Яковенко. На арт-фестиваль он представил серию из 18 афортов под названием «Сад». Мы в рамках нашей выставки организовываем творческую встречу с Юрием Яковенко. И 20 февраля в 12 часов и в 15 часов он будет рассказывать нашим посетителям, зрителям, как создавал свои афорты, показывать инструменты, которыми он создавал эти работы, и открывать какие-то тайны, завесу, будет приподнята завеса и раскрыта творчество художника. Такого, прямо скажем, высочайшего уровня. Первое место в номинации «Живопись» получил Василий Костюченко. Критики признают его одним из лучших художников современной Беларуси. Работы живописца были проданы на крупном аукционе «Кристис» в Лондоне. Также в экспозиции представлены полотна Валентины Шоба и скульптуры Владимира Пантелеева. Оценить же масштаб творчества белорусских художников в Гродно можно до 17 марта.